5 140 криптопроектов на coin market cap как и большинство я был один пара носков и 300 долларов весь мой капитал как найти в кучах лама бриллианты словно искать иголку в стоге сена я далеко не крипто гуру поэтому искал источники информации у профессионалов которые помогли бы мне найти среди тысяч криптовалютных проектов те самые которые станут бриллиантами с помощью богатейших я получил доступ к таким источникам и понял что отсеивать нужно не только мусорные проекты на coin market cap но и платные аналитики этих профессиональных инвесторов около трети приобретенных мной аналитик только обещали и поэтому оказались тем еще мусором но зато остальные познакомили меня с такими шикарными проектами как бат энджин коэн чейн линк кибернетвок сентинал и так далее кроме этого благодаря поискам качественных источников информации я также случайно нашел и очень крутых людей которые по собственной инициативе делятся личным анализом рынка проектов и помогли уже немалому количеству моих зрителей и мне совершенно бесплатно лично для меня это дало большой толчок я превратился из обычного спекулянтов человека который понимает что это уже переворачивает финансовый мир это как купить iphone 2009 году с пустым магазином приложений а потом перенестись на 10 лет вперед и увидеть тысячи компаний миллионеров которые сделали состояние на этих приложениях я не делал этого целых девять месяцев но сейчас я хочу купить еще одну аналитику еще одно обучение это симметри которая включает в себя рейтинговую систему криптовалют и обучение от рационального инвестора the rational investor это очень крутой учитель у которого учился сам да винчи j15 я бы не сказал что это будет что-то типа сбора или набора просто если кто-то из вас хочет помочь мне прикупить эти два ресурса то милости прошу по ссылке в описании конечно же те кто мне помог тоже получат бессрочный доступ и к этим источникам и к тем которые я уже приобрел кому интересно на протяжении 7 дней вы можете перейти по ссылке в описании и прочитать как в этом действии можно поучаствовать а мы начинаем видео сегодня кстати очень интересное в нем есть три очень важных момента надеюсь они вам помогут на крипто рынке так что наливайте чай открывайте печенье и смотрите до конца приятного просмотра всем привет ребята меня зовут богатейший идея и добро пожаловать в новый выпуск он будет отличаться от обычных видео ведь сегодня нам предстоит серьезный разговор некоторые люди в сфере криптовалют не понимают разницы между долго кратко и среднесрочными прогнозами к примеру золотой крест это сигнал на рост цены однако после него цена упала на 500 долларов прежде чем вырасти до десяти с половиной тысяч люди сказали подожди ка как же так сигнал был на рост а произошло падение ну что тут можно сказать лучше таким людям вообще не инвестировать в криптовалюту потому что почти наверняка они потеряют здесь деньги они еще не готовы к инвестициям в криптовалюту в любом случае давайте начнем сегодняшний особенный видеоролик сегодня я покажу вам почему я до сих пор остаюсь оптимистом по отношению к биткоину и некоторые аргументы окажутся для вас неожиданностью я могу дать слово что вы точно такого не ожидаете скорее всего некоторые из вас уже видели то что я хочу показать но я также приготовил кое-что что вас точно удивит ведь вы еще такого не видели итак перед вами исторический график bitcoin хэшрейт хэшрейт отображает состояние безопасности сети чем выше цифра хэшрейта тем сложнее откатить цепочку блоков в блокчейне для того чтобы провернуть такую операцию вам нужно контролировать 51 процент сети и чем больше хэшрейт такой сети тем сложнее это сделать также этот график говорит нам о том что все больше энергии вкладывается в майнинг биткоина поэтому майнинг становится все сложнее биткоин уже можно называть трудными деньгами потому что он достается с большой сложностью и тяжелым трудом точно так же как и золото нефти тому подобное хотя сравнивать нефть с биткоином немного неправильно ведь нефть это сырье товары но вы поняли о чем я смысл в том что биткоин также трудно добывать и чем выше хэшрейт тем труднее будет и будущее добыча главной криптовалюты конечно во время халвинга или после него скорее всего хэшрейт просядет так как некоторая часть майнеров покинет рынок не имея больше финансовой возможности содержать фермы после сокращения награды за блок вдвое но тем не менее вы сами видите что глобальный тренд графика хэшрейта биткоина является растущим и даже во время падения цены биткоина хэшрейт держится уверенно это очень хороший фундаментальный знак для биткоина и раз речь идет о фундаменталах давайте ими и продолжим некоторые люди насмехаются над lightning network молу протокола слишком мало нодов слишком маленькая мощность и так далее да мы должны признать что протокол еще не до конца разработан но мы уже можем использовать его например с помощью такого приложения как blue wallet которым я пользуюсь на своем айфоне где с помощью lightning network я с друзьями уже могу совершать транзакции и они отлично работают я не вижу ни одной причины не пользоваться lightning network прямо сейчас если мы посмотрим на график роста количества нодов то увидим что их становится больше также как и каналов к примеру нода уже более 5100 штук год назад их было на 2000 меньше да могло быть и получше но все-таки это рост кроме того большие кастодиальные решения и криптовалютные биржи такие как например bitfinex уже работают с протоколом lightning network и также позволяет своим клиентам работать с ним поэтому эта технология явно развивается они стагнируют как пишут отчаявшиеся люди но это еще не все теперь мы поговорим о том что также очень важно для биткоина и это популярность биткоина в социальных сетях то что мы здесь видим возможно не так уж и впечатляет но тем не менее это исторический график активности пользователей в твиттере связанный с биткоином мы видим что в последнее время количество твитов или хэштегов о биткоине начинает немного расти скорее всего это связано с тем что когда вы оставляете хэштег bitcoin то появляется вот такой смайлик именно в тот день когда в твиттере появился этот смайлик количество твитов о биткоине начала расти однако расстраиваться спешить не стоит сейчас я покажу вам нечто что вы точно еще не видели связанные с распространением биткоина по социальным сетям форумом и так далее возможно только те из вас могут об этом знать кто сидит на таком ресурсе как reddit в частности bitcoin reddit там сейчас очень много всего происходит такая дикая активность и это при том что криптовалюта даже не вернулась к своим историческим пиком а подумайте что произойдет когда биткоин снова будет стоить 20000 или когда он будет приближаться все ближе к 20000 если вы проверите статистику на биткоин reddit и поверьте вы долго не сможете выйти из шока это абсолютно потрясающе посмотрите сколько подписчиков пришло даже во время медвежьего рынка в конце 2017 их было 200 тысяч во время исторического пика биткоина их было 700 тысяч а теперь даже несмотря на то что мы прошли через двухлетний медвежий рынок их уже 1 миллион и 300 тысяч практически в два раза больше с момента исторического пика цены биткоина я должен это повторить несмотря на дикое падение цены биткоина с 20000 до 3 количество подписчиков на bitcoin reddit и увеличилось почти в два раза с момента завершения бычего рынка 2017 вау кто еще говорит что биткоин обесценится до нуля кто еще говорит что биткоин это мертвая технология кто еще говорит что всем плевать на биткоин я раскрою вам страшную тайну людей на самом деле волнует биткоин причем очень сильно и все больше и доказательство этого прямо перед вами как можно с этим спорить зачем людям подписываться на это если они не верят в эту технологию это самый невероятный потрясающий индикатор который я вообще когда-либо видел в этой сфере как после этого не верить в биткоин давайте вернемся к фундаменталам я все еще не закончил ребята у меня есть еще больше информации еще больше крутой информации это исторический график активных адресов биткоина он все еще не вернулся к историческим пикам 2017 но определенно с февраля прошлого года график находится в растущем тренде вы можете контр аргументировать что это все те же люди которые остаются в пространстве и просто создают больше новых кошельков да это может быть правдой но посмотрите даже во время падающего рынка количество активных адресов биткоина постепенно и постоянно росло это происходило и происходит не так быстро как могло бы но очевидно что сейчас 2020 график находится выше чем 2018 здесь у нас был пик когда биткоин вырос до 14 тысяч долларов но все равно после этого мы находимся выше чем до этого пика и это тоже позитивный признак но у меня есть еще кое-что куда лучше и круче график поискового тега bitcoin халвинг в google трендах этот график просто взорвался после небольшого скачка популярности в конце 2019 года с тех пор он вырос почти в 4 раза помните что по метрике google трендов самая большая цифра для измерения популярности тега это 100 а в 2019 график колебался на уровне 20 30 пунктов так что да мы наблюдаем рост популярности в 3-4 раза именно поэтому bitcoin халвинг это очень громкое событие исходя из популярности поискового запроса и кстати говоря осталось ждать совсем немного около 75 дней всего лишь конечно если хешрейт будет продолжать расти то и временной отрезок ожидания уменьшится в любом случае приблизительно 12 мая 2020 года мы увидим bitcoin халвинг а это значит что за каждый новый блок майнеры будут получать не 12 с половиной биткоинов а 6,25 это очень важно ребята свежая денежная масса биткоина будет уменьшена вдвое судя по этому графику спрос на биткоин растет это ясно как солнечный день одновременно с этим денежная масса добываемых новых биткоинов сократится в два раза да возможно цена не сразу взорвется после этого более того скорее всего она может даже опуститься но со временем на долго сроки это очень сильно скажется вы не можете отрицать тот факт что спрос на биткоин растет вот этот график который подтверждает эти слова хочу задать вам вопрос спрос растет а денежная масса новых биткоинов сократится вдвое что произойдет с ценой на долгосроке если вы не знаете ответа я скажу за вас я очень рад что я накапливаю биткоин уже больше двух лет покупая его и за 15 тысяч и за 10 тысяч и за три с половиной тысячи долларов если вы еще не начали накапливать биткоин чего вы ждете делайте это прямо сейчас если цена биткоина завтра упадет на очередные 500 долларов и вы вернетесь к этому видео чтобы написать комментарий иди я купил биткоин по твоему совету вчера сегодня потерял уже полтысячи долларов друг я не говорю чтобы ты покупал биткоин сегодня а продавал завтра или спустя три дня я говорю тебе накапливай биткоин чтобы продать его через шесть семь восемь лет с момента начала накопления а теперь еще одна пушка слушай внимательно каждый каждый биткоин холдер не 8 из 10 не 9 из 10 а каждый каждый кто держал биткоин 4 года остался в плюсе 4 года не 4 минуты не 4 часа даже не 4 месяца поэтому если биткоин после вашей покупки на следующий день упадет пожалуйста не пишите мне об этом комментариях типа ты сделал видео что биткоин крутой все такое оптимистичное а цена упала как же так теперь буду делать то что ты говоришь но наоборот поэтому накапливай биткоин и ни при каких обстоятельствах не разрешай никому отобрать его если ты уже держишь биткоин поздравляю красавчик и еще один график который я хочу вам показать это это график цены биткоина если вы не видите куда этот график стремится после всего что я вам сказал рост хешрейта рост спроса сокращение инфляции биткоина вдвое а цена в прошлом уже делала все то о чем я говорю сейчас в будущем времени то я не знаю что я еще могу сделать чем еще тебя убедить как еще тебе помочь я могу только сказать ты должен держать биткоин ты должен накапливать биткоин и не до завтра не до следующего года чтобы заработать пару сотен долларов а как минимум четыре года ведь мы говорим о массивных прибылях и последнее о чем я хочу вам рассказать сегодня это правило 51 на 49 о котором пишет в трейдинг шот и сейчас я объясню о чем идет речь он проанализировал предыдущие два халвинг цикла и сравнил их с тем где биткоин сейчас находится и куда он стремится давайте взглянем на его работу по-быстрому если мы вернемся назад в 2012 то увидим что за 371 день до первого халвинга биткоин нащупал свое дно после длительного и болезненного медвежьего рынка после халвинга прошло 364 дня прежде чем биткоин достиг исторического пика как мы видим в первом халвинг цикле 51 процент всего цикла биткойн находился до халвинга и 49 процентов после если бы это произошло один раз я бы сказал это просто случайность но ведь и во второй раз было также и так второй халвинг цикл возвращаемся в 2015 и видим что биткоин нащупал дно в крайне медвежьем рынке за 532 дня до халвинга 525 дней после халвинга ему понадобилось чтобы достичь исторического пика мы снова видим что 51 процент всего цикла биткоин находился до халвинга и 49 процентов всего цикла биткоин находился после халвинга и угадайте что следующий халвинг должен произойти в мае 2020 на графике мы видим не только то что от следующего халвинга до крайнего дна биткоина как раз таки 51 процент от всего цикла но и то что что может быть после халвинга по прошествию остальных 49% цикла. Исходя из этого анализа, трейдингшот предполагает, что следующая историческая вершина будет в октябре 2021 года, если точнее, в начале октября. К сожалению, этот анализ не показывает, какой будет цена, но зато указывает на конкретную дату, когда стоит ожидать новый исторический максимум цены биткоина. На этом у меня все. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!